Имеет ли право магазин обслуживать покупателей без маски? Эпидемия коронавируса уже пошла по второму кругу. Однако масочный режим до сих пор вызывает немало вопросов и у продавцов, и у покупателей. С одной стороны, торговые точки обязаны обеспечивать четкое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. А с другой стороны, многие покупатели, совершая покупки, игнорируют требования о соблюдении масочного режима и даже часто отказываются надеть маску при обслуживании на кассе. Роспотребнадзор за обслуживание без масок грозится штрафами аж до 300 тысяч рублей или вообще при остановке деятельности до 90 суток. А потребитель скандалит, угрожает магазину судом, апеллируя к Конституции, Гражданскому кодексу и закону о защите прав потребителей. Кто здесь прав? Потребитель или Роспотребнадзор? Что делать в такой ситуации магазину? Как не нарушить права потребителей и при этом самому не оказаться под штрафными санкциями? На эти и другие вопросы мы постараемся сегодня ответить в этом видео. А в конце наша традиционная рубрика «Ответы на вопросы подписчиков». Поехали! На чем базируется правовая позиция покупателя? Покупатель обычно аргументирует свою правоту тем, что согласно пункту 1 статьи 426 Гражданского кодекса отпуск товаров в розницу относится к категории публичных договоров и исключает какие бы то ни было возможности отказа покупателям в обслуживании или предпочтения со стороны магазина одних клиентов перед другими. При этом в случае уклонения торговой точки от обслуживания покупателя пункт 4 статьи 445 ГК закрепляет за покупателем право обращения в суд. Таким образом, по мнению покупателей, из этих норм явно следует, что магазин не вправе отказывать в обслуживании покупателям по собственному усмотрению либо оказывать предпочтение в обслуживании, например, посетителям в маске. А статья 16 закона о защите прав потребителей прямо запрещает обуславливать отпуск потребителю одних товаров обязательным приобретением других. То есть в нашем случае покупатель стоит на том, что магазин не имеет права навязывать ему приобретение маски под угрозой отказа в обслуживании. При этом иногда покупатель соглашается с тем, что он, находясь без маски в общественном месте, нарушает требования властей и может быть привлечен к административной ответственности. Однако, по мнению покупателя, это его личное дело, которое сотрудников магазина волновать не должно. И, наконец, вишенка на торте. Покупатели часто угрожают кассирам штрафами. По части 5 статьи 14.8 Кодекса об административных правонарушениях. За отказ в обслуживании по причинам, связанным с состоянием здоровья потребителя. И хотя это уже явный перебор, поскольку указанная норма предусматривает исключение из этого правила, предусмотренное законом, покупатель все равно уверен, что он всегда прав и на этом основании продолжает скандалить и создавать, мягко говоря, некомфортную обстановку и для продавцов, и для других посетителей. Почему покупатель не всегда прав? Разъяснение Роспотребнадзора. Несмотря на непреложность требований гражданского законодательства, а также закона о защите прав потребителей, покупатель не учитывает, что в случае введения на территории страны или отдельного региона режима повышенной готовности или же режима ЧАЭС, приоритетными правовыми нормами становятся те, которые регулируют изменения в общественной жизни на период действия спецрежима. Иными словами, вначале исполняются распоряжения и предписания властей. Таким образом, если на территории региона при посещении торговых объектов действует обязательный масочный режим, он должен соблюдаться даже в том случае, если ограничивает обычные для мирного времени права граждан. В этой связи, еще в мае этого года Роспотребнадзор дал соответствующие разъяснения по поводу правовых аспектов отказа в обслуживании посетителей без масок. Согласно этим разъяснениям, требование о нахождении в маске в магазине является императивным предписанием, не исполнение которого влечет за собой привлечение к административной ответственности всех лиц, которым данное требование адресовано, то есть и покупателей, и продавцов. Ответственность наступает по части 1 статьи 26.1 КОАП. При этом для покупателя это заканчивается штрафом в размере от 1 до 30 тысяч рублей, а для магазинов от 100 до 300 тысяч, или от 30 до 50 тысяч рублей, если торговая точка принадлежит ИП. Далее Роспотребнадзор разъясняет, что отказ магазинов в обслуживании посетителей без масок в период действия ограничений является правомерным и не противоречит действующему гражданскому законодательству. Поскольку пункт 1 статьи 426 ГК следует рассматривать во взаимодействии с пунктом 5 статьи 10 ГК, который предполагает добросовестность и разумность участников гражданских правоотношений. Добросовестность и разумность здесь понимается как необходимость соблюдения противоэпидемиологических мер в целях адекватного противостояния угрозе жизни и здоровью как покупателей, так и персонала торговой точки. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует персоналу магазинов не только отказывать в обслуживании посетителям без масок, но также и вызывать сотрудников правоохранительных органов в целях пресечения правонарушения. Что же касается статьи 16 Закона о защите прав потребителей, то магазин нарушает права потребителя только в том случае, если отказывается в отпуске товаров без приобретения маски именно на данном торговом объекте. То есть магазин не вправе требовать приобретения СИЗ, если покупатель пришел в своей маске. А если покупатель пришел без маски, то магазин вправе предложить ему приобрести СИЗ, либо отказать в обслуживании. Подводя итоги, хотелось бы отметить, что помимо соблюдения требований масочного режима, Роспотребнадзор налагает на торговые предприятия еще немало иных требований, соблюдение которых также является обязательным. Если вы заинтересованы в том, чтобы всегда быть готовыми к любой проверке Роспотребнадзора и иных контролирующих органов, не теряйте времени, обращайтесь в юридическую компанию Юрвиста. Наши опытные юристы помогут вам качественно подготовить ваше предприятие к проверке с учетом его особенностей. Наши контакты есть в описании к видео. А теперь к вопросам подписчиков. Ирина Карманова спрашивает. Если не может человек носить маску по состоянию здоровья, надо ли иметь при себе такую справку? Да. В данном случае у нас делаются исключения для граждан, которые не могут носить медицинскую маску, в силу показаний здоровья. Например, это противопоказано некоторым астматикам, которые остро реагируют на просто ограничение количества поступающего кислорода. С другой стороны, вам надо быть готовым к тому, что если у вас просто есть справка о том, что вы астматик, никакого перечня заболеваний нигде не обнародовано, кто именно имеет право маску не носить. Поэтому вполне возможно, что вы будете оштрафованы за отсутствие маски, и вам потом придется обжаловать данный штраф в суде. Но для этого справку вам надо получить заблаговременно, обязательно лицам, которые вас штрафуют, ее показать, и в итоге потом обжаловать неправомерные действия сотрудников полиции, потому что правоприменительная практика у нас от законодательства, к сожалению, отличается. Следующий. Интересно, если зафиксировать цену товара на видео и положить деньги на кассе и уйти без чека, это считается воровством? Да. Как только вы пересечете контрольную черту, которую образуют кассовые аппараты магазина, и пойдете на выход, вы будете считаться вором. Потому что в данной ситуации вам не просто надо отдать деньги кассиру, а он у вас их должен принять и выбить вам фискально-кассовый чек, по которому потом будет отчитываться перед налоговыми органами. Пока это не произошло, это считается воровством. То, что вы при этом оставили деньги, никак с данным фактом не связано. Ну, на этом у нас вопросы закончились. Если хотите получить видеоответ, то пишите нам. Мы обязательно ответим в наших следующих видеороликах. А на этом позвольте откланяться. Здоровья вам, вашим близким. До свидания.